Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ирины Меркурьева. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. Мэр Анапа Сергей Сергеев провел очередное планерное совещание. В центре внимания – итоги прошедшего курортного сезона и подготовка к новому. Готовиться к лету 2014 начали уже сейчас. Полиция доложила – раскрыто 9 краж имущества и транспорта. Проверили 59 иностранных граждан. 21-го привлекли к административной ответственности. Начальник миграционной службы Андрей Дубошин доложил о результатах работы своих подчиненных. Провели 8 совместных профилактических мероприятий. Совместно с полицией и казачеством. Привлечено 5 человек административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. 5 граждан России за предоставление этой работы иностранным гражданам. И 2 гражданина России за предоставление жилья незаконно находящимся иностранным гражданам. Сумма штрафов составила 52 тысячи рублей. Депортировали четверых гастарбайтеров, нарушивших условия и правила пребывания в России. Вице-мэр Сергей Козлов объявил о начале работы осенней призывной комиссии. И дал задание главам сельских округов подготовить молодых людей к ответственности. Не превращать призыв в балаган. Служба в армии должна начаться достойно. На этой неделе продолжили работу специалисты КУМИ и сельскохозяйственного управления. В двух сельских округах – Субсехском и Гайкадзорском – инвентаризацию земельных участков уже провели. К концу года планируют отчитаться о результатах по всем населенным пунктам. По планам в Анапе будет новый пляж. По распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева в районе Малой бухты укрепят берег и оборудуют пляж для отдыха анапчан и гостей курорта. После планерки глава Анапы Сергей Сергеев лично проверил, как выглядит город не в стройных отчетах начальников и специалистов городских служб, а на самом деле проверили несколько улиц, торговые точки и спортивные объекты. Вот это можно менять. Мне написали, там чуть ли не полмиллиона ремонт. Зачем полмиллиона? Вот эту вот фанеру можно заменить вот так, куском? А? Можно. Оранжевый цвет на сером асфальте – как сигнал тревоги. Осторожно, яма. Дорожно-ремонтная служба проводит частичную замену дорожного полотна на улице Крымской. Убирают небольшие недостатки, чтобы предотвратить большие беды. И приводит к одному знаменателю – высоту люков. После укладки нового асфальта некоторые оказались выше уровня полотна, другие – слишком низко. Чтобы люки в будущем не повреждали автомобили, сотрудники Дорожно-ремонтной службы укрепляют их. Готовь сани летом, а пляжи осенью. Мэр Анапа Сергей Сергеев проверил состояние пляжей после летнего сезона. Недостатков много и мусора много. Поручение ответственным за прибрежную территорию привести пляжи в порядок после летнего сезона. Но, видно, устав от трудов праведных, улетели на заграничные курорты арендаторы прибрежной территории. Мы узнали об этом, пытаясь встретиться с субарендатором пляжа по центральному проезду поселка Джамите, руководителем предприятия «Алегрия». Договор субаренды земельного участка от 1 июня 2013 года подтверждает причастность к пляжной территории именно этой организации. И в этом же договоре черным по белому прописаны обязанности субарендатора содержать земельный участок и подъезды к нему в должном санитарном порядке, а также не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки. Рассчитывать после такого отношения к пляжам на продление договора аренды бизнесмены могут, но это очень смелый расчет. По вторникам представители всех органов Кубани обсуждают одну тему. На селекторном совещании отчитываются о работе миграционных служб и полиции за неделю. Там, где нет нарушений, и нарушения все равно есть. Решение губернатора Кубани Александра Ткачева усилить контроль миграционных процессов и поток иностранной рабочей силы дало положительные результаты. В результате спецоперации «Заслон» за неделю сотрудники миграционных служб и полиции Кубани проверили 224 иностранных гражданина. Выдворили из страны 255 непрошенных гостей. Города-лидеры по выявлению нарушений миграционного законодательства «Краснодар» за неделю 65 фактов, Туапсе, 37, Новороссийск, 23 нарушения. В Анапе выявили 17 иностранцев, проживающих или работающих без разрешения. Штрафуют иностранцев, работодателей, физических лиц и юридических. Причем суммы штрафов последних начисляют в миллионах. После краевого селекторного провел совещание и мэр Анапа Сергей Сергеев. Распорядился усилить контроль на вокзалах, железнодорожном и авиа. С 1 января будущего года анапскую казачью дружину усилят 12 ее казаками. 110 сотрудников будут патрулировать улицы города. Такая служба почетная и условия достойные. Есть перспективы карьерного роста. Важные условия – эффективная работа и обратная связь. Сергей Сергеев считает, активисты, председатели домовых и квартальных комитетов должны получать ответ от участковых о проверках по их сигналам. Поручение специалистам службы судебных приставов – взыскать штраф из должников. 470 нарушителей, иностранцев и анапчан до сих пор не расплатились за нарушение законодательства. Глава города-курорта Анапы Сергей Сергеев отметил добросовестную, патриотическую и общественную работу анапчан и вручил нагрудные знаки к 70-летию освобождения Анапы от немецко-фашистских войск самым активным в знак признательности за личный вклад этих людей в развитие города-курорта в самых разных сферах. Команда Анапы заняла первое место в мире по русским шашкам. Победу ребята привезли из Адлера. Команды Польши и Чехии ретировались в первые дни игр и вернулись домой. Финальные игры проходили между игроками России, и в итоге при подсчете очков на первое место вышли анапчане. Наградили победителей на торжественной линейке в школе номер 16 Цибана Балки. Дипломы и подарки вручил Александр Лапшин, тренер детской юношеской спортивной школы «Олимп». Это он подает пример ребятам. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите сегодня. Вне сезона гордость и главное достояние курорта «Центральный пляж» отдыхает после лета. Дети в законе. Федеральный закон 1539 призван защищать интересы детства. В Анапе пройдет велосипедный крестный ход. И сейчас обо всем подробнее. В четверг 10 октября в Краснодаре открылась агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка». Продукция фермеров представлена в семи кластерах. Животноводство, продовольственные товары, товары народных промыслов. Чем удивляла гостей и участников выставки анапская делегация, расскажем прямо сейчас. 22 анапских предприятия представляют свою продукцию и товары на третьей ежегодной выставке ярмарки в Краснодаре. Анапчане участвуют в работе четырех кластеров – садоводство, виноградарство и цветоводство, выставляют растения, рыбу и товары народных промыслов. Среди экспонатов – яблоки Владимирского сада и копченая рыба Юровского цеха, вино из подвалов виноделов Каракизидей, Марченко, букеты из ракушек Марии Поляковой и гончарные игрушки «Мастерской исток». Основной костяк наших участников – это те малые формы, которые приезжают уже в третий раз. Это говорит о том, что ярмарка зарекомендовала себя положительно, и людям это интересно, это востребовано. Основные цели и задачи этой ярмарки – показать весь потенциал малых форм хозяйствования на Кубани, естественно, реализовать свою продукцию, а также это хорошая возможность обмена контактами, посмотреть для переработчиков сырьевую базу, здесь представлено, для тех, кто ищет выходы на оптовые рынки, заключать договора, пообщаться с людьми. Анапский сельскохозяйственный техникум в первый день работы выставки продемонстрировал выращенную продукцию – ароматные дыни, и здесь же провели мастер-класс по фитодизайну. А уголок наших виноделов в оформлении настоящей лозы привлекал еще и демонстрации приготовления виноматериалов. И обязательно дегустация натурального виноградного сока. Мэр Анапы Сергей Сергеев посетил третью ежегодную аграрную выставку «Кубанская ярмарка». Особое внимание Сергей Сергеев уделил ценовой политике наших производителей. Ярмарка оправдала название и форму. Цены на 10-15% ниже розничных. И народу, как на ярмарке. Почетный гость, вице-губернатор Кубани Галина Золина, оценила шедевры анапских мастериц русского стиля. Ярмарка продлится в Краснодаре до 13 октября. Здесь можно приобрести натуральную кубанскую сельскохозяйственную продукцию, саженцы, семена, продукты переработки, животных и сельскохозяйственную технику. Вход на ярмарку свободный. Наталья Пухальская, Станислав Фалько. Анапа. Регион. Центральный пляж Анапа отдыхает от отдыха гостей курорта. Хотя работы по уборке и уходу за главным достоянием курорта песчаным пляжем меньше не стало. Как ухаживают за пляжем в период межсезонья? Лучшее средство от осенней хандры – прогулка по берегу моря. Купальный сезон закрыт, но пляж в межсезонье живет своей неповторимой жизнью и никогда не пустует. Нежатся в лучах запоздалого солнца отдыхающие и даже рискуют искупаться. А рыхлый сухой песок – излюбленное место тренировок приезжих спортсменов. Мы сюда приезжаем ради песка. Тут у вас его много, так что уже 13 лет сюда ездим. Среди завсегдатаев и местные спортивные команды любителей. Говорят, они много лет подряд играют по вечерам на берегу. Чтобы пляжи не теряли привлекательности, ежедневно специалисты МУП АКУ выполняют уборку пляжей в несколько проходов рыхления и просеивания песка. Сейчас здесь кипит работа по подготовке к зиме. Деревянные настилы снимают и складируют для хранения, приводят в порядок клумбы после затяжных дождей. И, наверное, впервые за многие годы муниципально-унитарное предприятие по оказанию пляжных услуг может в конце сезона с уверенностью смотреть в будущее. Перспективы у городского пляжа многообещающие. Хотя начиналось все не так оптимистично. Когда я сюда пришел, конечно, тут был аврал. Аврал в каком плане? Я человек хозяйственный, не хвалюсь, конечно. Но когда я зашел в помещение, стыдно им было даже завести меня в помещение. Меня встречали на улице. На улице негде было даже зайти куда и присесть. Нормальный человек, так, когда приходит руководителем и когда видит, что у него 67 рублей на счету, то, я думаю, и когда видишь, что у тебя за спиной ты принимаешь предприятие 98 человек сотрудников, их надо как-то выкручиваться и платить зарплату. Я погрузился полностью в работу. 24 часа в сутки я находился здесь. Я тут в кабинете и спал, оставался. Здесь аванс сначала 20-го числа, а 5-го числа уже зарплату надо выдать. А так как я пришел 27-го, мне 5-го уже надо было зарплату платить. Я его бы заплатил. Дмитрий Васильевич по опыту работы руководитель городской службы жилищно-коммунального хозяйства, а по образованию его направление государственное муниципальное управление. Так что он умеет считать деньги и планомерно вкладывать их в развитие. 12,5 километров Пионерского проспекта, например, убирал и мыл с помощью нанятой фирмы. Увидел, насколько это затратно для предприятия и купил поливомоечную машину, несколько тракторов, установку, которая просеивает песок. Эти чудо-машины и стали приносить ощутимую прибыль предприятию. Всю технику поставил на площадку, огородил территорию, отремонтировал помещение, сделал бытовки, горячую воду, новое отопление, перевел коллектив на двухсменную работу, повысил людям зарплату, нанял охранную фирму на весь сезон, установил на пляжах видеонаблюдение. Согласитесь, немало для начала. А сейчас Дмитрий Васильевич категорически готовится к реконструкции туалетов и душевых на пляже. Ведь они устарели и морально, и физически. Трубы ржавые, надо менять канализацию, пляж не освещался. Первое, что я сделал, я сразу же осветил, буквально за неделю я осветил полностью весь пляж, сразу же. И проблема была с электричеством, так как здесь, ну я думаю, наверное, со времен еще Брежнева, как были проложены провода, и никто ничего тут не менял, ни трансформаторы. Мы уже на сегодняшний день поменяли, 480 метров кабеля поменяли, заменили несколько трансформаторов. Мы разработали такие вот беседочки, места для курения. Хотим везти здесь, чтобы они были на пляжах, не только на центральном пляже, но и на пляжах всей Анапы. Руководитель МУПАКУ все время в поиске нового. Вот нашел легкие переносные настилы, яркие кружевные переносные ограждения, и даже с самой страшной проблемой летнего моря, комкой, он нашел способ, как бороться. Я пригласил два института сюда, они посмотрели на всю эту проблему. Ну, вполне возможно, что к тому сезону уже будет разработана машина такая специальная на платформе. Как они мне чертеж так немного накидали, что будет машина на платформе, в море будет заходить, она в море будет эту комку собирать, тут же на транспортированной ленте машина будет походить, она в мешки будет фасоваться и затем вывозиться. Будем надеяться, что и на этот раз у Дмитрия Васильевича все получится. Закон 1539 призван защищать интересы детства. За пять лет действия закона специалисты администрации города и полицейские заметили существенную разницу. Дети и подростки стали нарушать значительно реже, и в отношении детей правонарушений меньше. Подробности работы закона далее. Для реализации детского закона, так его называют неофициально, в городе и 10 сельских округах работают 11 штабов. В городе специалисты ежедневно взаимодействуют с органами системы профилактики. Управление образования, органы внутренних дел, управление по делам, молодежью, органы опеки и попечительства, управление по делам среди детей и другие. За 9 месяцев в Анапе сформировали более 3,5 тысяч рейдовых групп, провели 273 проверки. И в результате выявили 211 несовершеннолетних, нарушивших требования детского закона. 193 ребенка передали родителям под расписку, 18 поместили в учреждения здравоохранения и социальной защиты. Ежедневно в реализации детского закона участвуют от 55 до 100 человек. В рамках профилактики проверили более 1100 семей, состоящих на учетах разного уровня. Что такое хорошо и что такое плохо, рассказывают детям и напоминают родителям, о вреде спиртных напитков и наркотиков, о родительских обязанностях по воспитанию, содержанию и обучению детей. И, конечно, на контроле детское время под девизом «22.00 детям пора домой». В возрасте до 7 лет круглосуточно, в возрасте от 7 до 14 с 21 до 6 часов и от 14 до 18 с 22 до 6 часов утра. За 5 лет действия закона 1539 криминогенная статистика с участием детей значительно сократилась. Успехи в реализации детского закона в Анапе в 2013 году отметили депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. Мэр Анапы Сергей Сергеев внес предложение подключить к исполнению закона представителей общественности и руководителей частных предприятий. У меня есть предложение о привлечении в предприятиях только в джеке. Давайте вырабатывайте новые методы общения. Должны выглядеть все. Водители предприятия должны понимать, что они гарантируют себе спокойное будущее, себе, своих родных и близких. У нас не будет идти в стаи в антицкой направленности, а население будет. То есть они не нам оказывают, а семье оказывают условия. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко отметила положительный опыт штаба Благовещенского сельского округа. С установкой в станице единого наблюдательного центра за три года подростки не совершили ни одного преступления. Наталья Пухальска, Артем Зиборов, Анапа-регион. Кто ищет работу, того она сама находит. В Центре культуры Родина прошла ярмарка вакансий «Планета ресурсов». Спросы и предложения на рынке труда изучила Алина Гумерова. 36 предприятий, более 500 вакансий. Такие ярмарки центр занятости проводит регулярно и здесь всегда многолюдно. Сокращается расстояние между тем, кто предлагает работу и тем, кто ее ищет. Порядка 30-40% после ярмарки трудоустраивается. То есть ярмарка – это очень нужное дело, особенно в весенние и осенние периоды. Анапский хлебокомбинат, санаторий, пансионат Анапы и другие предприятия нашего города представили перечень самых востребованных профессий. Желающие получили консультацию по трудоустройству на олимпийские объекты. Заполнив заявление анкету, появляется шанс быть трудоустроенным. Анкету передадут в информационный центр по взаимодействию с олимпийскими объектами. Если кандидат устроит работодателя, собеседование проведут по скайп-связи, и работодатель примет окончательное решение. Требуются абсолютно разных людей, абсолютно разных профессий. Горничные, администраторы, портье, официанты, уборщики помещений, подносчики багажа, разнорабочие, слесарь сантехники. Заработная плата от 18 до 40 тысяч рублей в зависимости от отработанного времени. Центр занятости населения подбирает максимально подходящую вакансию. Кроме этого, здесь могут обучить активному поиску работы, составлению резюме и секретам успешного прохождения собеседования. А если вакансий сразу не найдется, специалисты Центра занятости поставят на учет и будут подыскивать работу дальше. Ищу хорошую должность, которая меня, допустим, устраивает, чтобы, как говорится, без работы не сидеть в наш красивый возраст. Поэтому нам надо работу. Люди могут не только через интернет смотреть, но и при этом приходить сюда и более подробнее, как раз спрашивать вопросы, более подробнее все. Подобные ярмарки вакансий проходят ежегодно в начале осени во всех районах Краснодарского края. Следующая такая ярмарка пройдет весной будущего года. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Чем занять себя в свободное время? С одной стороны, занятие должно быть интересным, с другой – познавательным. И друзей хочется привлечь. В Центре патриотического воспитания молодежи РАДМИР точно знают, как совместить эти требования. Собрать автомат за две минуты для пятиклассника Игоря – пара пустяков. Я в школе первый раз, когда попробовал, не знаю, само собой вышло. В школе было сложнее. У нас там они не смазаны, ничего. Знаком с оружием ученик пятого класса Иван Иванов. Собирает автомат Калашникова быстро, четко и со знанием дела. Я не в первый раз уже. Я знаю, что к чему, поэтому мне это как пять пальцев. Я пробовала в школе номер 12 благодаря занятиям по УБЖ. И учитель мой, Анатолий Алексеевич, ему большое спасибо. До начала фильма есть время на выставку экспонатов Великой Отечественной войны, на упражнения с оружием и на проявления настоящей мужской дружбы. Нормально уже. Я первый раз здесь попробовала. Когда маленькие были, мы играли в пистолеты, с автоматами, все. А когда вот с такими автоматами – никогда нет. В мирное время оружие притягивает. О войне – новый фильм Федора Бондарчука. Военно-историческая драма «Сталинград» претендует на престижную кинопремию «Оскар». Сегодня российская премьера во всех кинотеатрах нашей страны. Долгожданная премьера, художественный фильм «Сталинград» Федора Бондарчука. Ожидаемая премьера. Международные кинокритики, которые очень часто критикуют российское кино, обратили особое внимание на этот фильм. И мы очень горды. Вечный вопрос, смотрят ли сотрудники кинотеатров первыми все фильмы. Оказалось – нет. Ждут премьеру и вместе со всеми зрителями впечатляются в зале. В первый день проката. Мы знаем ролики, мы знаем сюжет фильма. Конечно, мы все отсматриваем. То есть не в полном объеме, а какими-то частями. Фильм сделан в новом формате, с эффектами. И есть там такие сцены, которые действительно отображают саму историю, саму войну. Нам этим фильмам хочется в очередной раз сказать слова благодарности нашим ветеранам. Для ветеранов и для гостей киноцентра «Монитор» перед сеансом выступил кубанский казачий хор. Спели песни военных лет. В день премьеры все билеты на Сталинград были проданы. Наталья Пухальская, Артем Зиборов. Анапа. До отопительного сезона еще несколько дней. Тепло в квартиры многоэтажек подадут 15 октября. А пока наобчане обогревают дома и квартиры газовыми и электроприборами. В ход идут газовые плиты и обогреватели. Последние два прибора могут стать причиной трагедии. Сотрудники службы спасения города-курорта рассказали нам, как обезопасить свое жилье от пожара. Самая частая причина пожаров и возгораний – неосторожное обращение с огнем или электро- и газовыми приборами. Число сообщений о возгораниях растет осенью. Пока отопление в дома и квартиры еще не поступило, а наобчане отапливают помещение самостоятельно, чем придется. Для профилактики несчастных случаев напоминаем правила пожарной безопасности. Людям, значит, если они пользуются самодельными или бытовыми электронагревательными приборами, то их необходимо ставить на специальные подставки негорючие, которые из негорючего материала находятся. Необходимо соблюдать расстояние от стен, чтобы они в случае нагрева этого газонагревательного прибора или электрического прибора не произошел нагрев стены и самовозгорания или возгорания. Ну и постоянно следить, если они во включенном состоянии. В целях предотвращения и предупреждения пожаров силами личного состава спасательной службы вводится профилактическое патрулирование по населенным пунктам. Владельцам домов раздают памятки, проводят разъяснительные беседы, напоминая, категорически нельзя использовать бытовые приборы в качестве отопительных. Спасет от пожара своевременная уборка. В жилом доме и на даче от горючих отходов, мусора и сухой травы. Опавшую листву нельзя сжигать. Листья безопаснее собирать в контейнеры для мусора, установлены на улицах и во дворах микрорайонов. И на всякий случай напоминаем, при обнаружении пожара сообщите о возгорании по телефону 01 или с мобильного 112. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа, регион. 14 октября в Анапе состоится очередной традиционный велосипедный крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и 70-летия освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Колонна велосипедистов стартует в 14 часов от храма преподобного Серафима Саровского. Напротив Южного рынка на улице Маяковского, 111 В. Маршрут пройдет по Пионерскому проспекту до Санатория Жемчужин России и обратно. Начало регистрации участников в 13.30, начало крестного ухода в 2 часа дня. 14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 14 часов в Анапе состоится велосипедный крестный ход, посвященный 70-летию освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Приглашаются все желающие. Сбор велосипедистов у нового храма у Южного рынка в 13.30. Телефон для справок 8-918-646-4302. Санитарная пятница в городе. Сотрудники предприятий красят бордюры, облагораживают территорию магазинов и кафе. Работники меняют тротуарную плитку, где это необходимо. Студенты индустриального педагогического колледжа тоже вышли на уборку. Уборка листвы давно уже стала символом осени в городе. Это трудоемкая работа, которую с года в год делают садово-парковые службы, дворники, горожане на субботниках. В этот раз убирать Анапские улицы, вооружившись вениками, метлами и граблями, вышли студенты Анапского индустриально-педагогического колледжа. Подмели прибордюрную часть дорог, собрали листву с газонов и мелкий мусор. Юноши и девушки с энтузиазмом оказывают помощь городу. Благодаря совместным усилиям Анапчан в санитарной пятнице, Анапа станет чище, краше и привлекательнее. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз выходит при поддержке партнера программы салона магазина подарков «Важная персона». Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важно, что ты есть. Анапа. Улица Ленина, 15. Важная персона. Важно, что ты есть. Субботу, 12 октября в Анапе сохранится теплая солнечная погода. Температура воздуха днем 13-16, ночью до плюс 11 градусов по Цельсию. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 11 градусов тепла. В воскресенье 13 октября в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 14-16, ночью до 12 градусов со знаком плюс. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление высокое – 766 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 11 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» торгово-развлекательного центра «Алиса». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. В понедельник начнем новую неделю. До встречи. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Исполняет ваши желания. Продолжение следует...